Вот так сейчас выглядят некоторые районы города Анахай. Тут, в Южной Калифорнии, к счастью, в отличие от Северной, где погибли люди, обошлось без человеческих жертв. Эти дома тщетно пытались спасти соседи, но стихия оказалась сильнее. Джоэл Джонсон рассказывает первым делом. Он вывез семью из огня и вернулся проверять, эвакуировались ли соседи. Джоэл, бывший пожарный, он вышел на пенсию ровно две недели назад. До его дома огонь не добрался, и это он называет чудом. У меня сжимается сердце, смотря на это. Когда ты знаешь пострадавшие семьи. Мы живем тут вместе 20 лет. Наши дети играли и выросли вместе. Мне больно на это все смотреть. Всего в Южной Калифорнии пожар уничтожил 14 домовладений. Эвакуировано было порядка 5000 человек. В понедельник и вторник были закрыты магистрали, школы, детские сады. Мы просили людей не торопиться возвращаться домой, чтобы удостовериться, что у нас достаточно полиции, чтобы не создавая пробок, люди могли безопасно вернуться в свои дома. Это очень большая территория, куда вернутся люди. Власти накануне вечером разрешили людям вернуться в дома. Многие до сих пор пребывают в шоке. Мы прибежали домой взять, что можно было. Мы успели забрать только документы и вынуждены были уйти, потому что огонь подходил очень быстро. Мне повезло. Я благодарна пожарным соседям, которые отстояли мой дом. Но если в Южной Калифорнии люди потихоньку приходят в себя, то северной части штата оправляться придется очень долго. Число погибших растет, есть пропавшие без вести. Эти места славились своим вином на весь мир. Огненная стихия оставила после себя сгоревшие винодельни. Тысячи человек оказались без крыши над головой и без работы. Спасатели говорят, что таких крупных пожаров, которые в этом году атаковали Калифорнию, они не видели давно. Сколько времени займет реанимация калифорнийских городов, пока не берется сказать никто, как и неясно, каков ущерб. Специально из Калифорнии Ангелина Багдасарян и Вазген Варжебетян.